А сейчас о важном изменении, которое ждет с нового года малый и средний бизнес. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели перейдут на новую форму учета платежей в федеральный бюджет. Теперь для этого будет использоваться система единого налогового счета. Чем была плоха прежняя система и какие плюсы получат юрлица и ЭП, рассказали на пресс-конференции, прошедшей в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Несмотря на все постоянные усовершенствования в текущей системе уплаты налогов, накопилось немало недостатков, что неудобно как для государства, так и для самих предпринимателей. В частности, излишнее количество бумаг и реквизитов, которые приходится заполнять бизнесменам. Это приводит к многочисленным ошибкам, из-за чего немало платежей уходят в категорию невыясненные. За текущий год порядка 84 тысяч таких платежей были отнесены на невыясненные, а сумма порядка миллиарда рублей. Где-то каждый 15-й платеж у нас, к сожалению, уходил на невыясненные. Для исправления этой ситуации 1 июля в стране стартовал пилотный проект ФНС России по апробации единого налогового платежа. В Тверской области в нем приняли участие свыше 30 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Налоговики оказывали максимальное содействие, что оценила, например, бухгалтер одной из организаций Алла Эпштейн. И было непривычно, потому что вместо пяти платежек нужно было делать одну и своевременно потом подавать уведомления. И вот этот момент непривычный был. Но у нас вот был ассистент Олеся Юрьевна с налоговой инспекции, она очень нас поддерживала, помогала во всем. Итогом такого сотрудничества и стал единый налоговый счет, который вводится по всей стране с 1 января. В УФНС убеждены, что реализованный пилотный проект обеспечит максимально комфортную работу новой системы. Мы много работали совместно. Совершенствовалась наша нормативная база, совершенствовались программные продукты. Очень внимательно слушали пожелания бизнеса для того, чтобы было проще реализовывать, исполнять свои налоговые обязательства. Помимо упрощения системы налогообложения, предприниматели получат еще целый ряд выгод. Например, можно будет уплатить подати за коллегу. Отменяется срок давности возвращения суммы, которую бизнесмен чрезмерно по ошибке перечислил государству. Но и это еще не все. Новый институт позволит в результате взаимодействия с банками очень быстро снимать арест со счетов, которые мы накладываем в рамках 76-й статьи. Важно теперь пеня, как, по сути, дополнительная сумма, которую налогоплательщик уплачивает в бюджет в связи с несвоевременностью погашения недоимки, основной суммы, налог. Она теперь будет рассчитываться по-другому. Она будет рассчитываться на все отрицательное сальдо. Соответственно, сумма пеней, которую уплачивает налогоплательщик, сократится, поскольку она не будет считаться на отдельный налог. Она будет считаться на все сальдо. Единый налоговый счет затронет около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 26 тысяч организаций в Тверской области. При этом ФНС отмечает, что при возникновении вопросов все разъяснения можно получить на сайте ведомства.